Во Владивостоке в торжественной обстановке наградили победителей конкурса «Золотое перо Приморья». Всего жюри оценивало более 250 работ в 11 номинациях. Ваши материалы действительно нужны людям, потому что они трогают душу, трогают сердце, оставляют след в памяти. Спасибо вам огромное за ваше неравнодушие, за то, что вы подали сюда заявки, и мне удостоилась большая честь прочитать ваши материалы. Победители и лауреаты региональной премии получили статуэтки, грамоты и подарки. Цикл программ «Лучший город земли» на радио ВИБИСИ Дмитрия Шакина стал аудиосюжетом года. Здесь было три программы, две из них музыкальные, посвященные песням о Владивостоке редких, и одна про наш первый ледокол, ледокол надежный, маленький, который в свое время в Владивостоке много добра сделал. Без прошлого не будет будущего, а мы в основном рассказываем про повседневную жизнь, как люди работали в Владивостоке давным-давно, как отдыхали, как влюблялись. Такие истории житейские. Мы вот уже несколько лет ее делаем, за это время программа трижды становилась лучшей в Дальневосточно-федеральном округе, и в прошлом году в Москве ее назвали лучшей тематической радиопрограммой страны. Лауреатами первой степени за номинацию «Аудиосюжет года» стали ведущие утреннего шоу «Душ на радио Лема» Дмитрий Каплун и Михаил Бровкин. В прошлом году мы получили золотое перо, мы стали победителями в данной номинации, и в этом году мы отправляли программу про колокольный звон. К нам приезжал звонарь, один из российских звонарей, оказывается, у них есть там большая такая даже школа звонарей. И вот у нас был эфир очень достаточно интересный, мы подумали, что почему бы нет, почему бы об этом не рассказать, там больше аудитории и предоставить такой материал на конкурс. В этом году мы заняли второе место, но не всегда быть первыми. Мы дали возможность другим, это нашему коллеге, поэтому поздравляем всех, кто стал победителем лауреатами. Также лауреатами стали корреспонденты из информационного агентства «Владньюз» в номинации «Фоторепортаж года» и «Гражданская позиция». Я участвовала, текст года, гражданская позиция, и вот как раз-таки одержала победу в гражданской позиции, выбрали материал про кошечек и собачек. Было действительно неожиданно получить награду, но все-таки приятно, что твой труд ценят и оценивают, и что ты вносишь вклад в журналистику Приморского края. Напомним, инициатором проведения конкурса «Золотое перо» выступает региональное отделение Союза журналистов России при поддержке правительства Приморья. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.